Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро! И мы продолжаем изучать Тору. Конкретно, извиняюсь, что сегодня не успел я в 10, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. И я продолжу, у меня один из главных моих принципов в жизни лучше меньше, чем ничего, лучше много, лучше мало, лучше меньше, чем ничего, лучше позже, чем никогда. То есть, если вы хотите сделать что-то хорошее, но не можете сделать много, сделайте чуть-чуть. Если вы хотите поучить Тору, и вы не можете выучить много, выучите одно слово. Если вы не можете сейчас, сделайте чуть позже. То есть, все хорошие вещи можно делать по чуть-чуть. Все, Алекс Чудеевич, всем шалом, шалом. Итак, первым я хочу поблагодарить Всевышнего. Есть такое благословение специальное, когда человек выходит из какой-то опасности, или из болезни, или из тюрьмы, то есть специальное благословение. В наше время это благословение произносят, например, когда ты на самолете перелетаешь море. Но на самолете перелетать море не так опасно, а раньше, когда на корабле человек переплывал море, то все это спаси от верной смерти считалось. И когда он выздоравливал от болезни, раньше любая болезнь, человек заболевает, любая болезнь, все, это смерть. И когда человек спасается, он говорит такую вещь, благословение. Я вам сейчас скажу это благословение, очень важное. Значит, Баруха Та, Шемел Кену Малаха Олам. Значит, благословенты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Царь Мироздания, Хозяин Мироздания, Царь Мироздания. А Гомель Лихаевим то вот. Тот, кто воздает виноватым добром, Шагмалани то, что он воздал мне добром. Значит, когда человек спасся, он говорит это благословение. Он говорит, благословенты Всевышние, у меня нет заслуги спастись, потому что, ну, то, что я был в опасности, и я понимаю, сколько людей из этой опасности не выходят. Но, ты меня спас по твоей доброте, и я как раз это очень ценю, и само благословение, само вообще понятие благословения, это умножение. Когда с нами что-то хорошее происходит, мы говорим, благословенты Всевышние, пусть будет больше тебя в моей жизни, да, именно в этом аспекте. Чтобы было рифа, шлыма детям, лидии, и чтобы было вообще, чтобы они все выздоровели. И я почему говорю сейчас про это благословение? Вот мы вчера перевезли отца домой, и он из состояния верного, ну, вообще верного умирания, он сейчас возвращается к жизни, слава Богу. Ну, очень все тяжело, опасно, ну, то есть тяжело, но мы видим, что Всевышний воздает, вот просто воздает, нет заслуг, например, у меня, у него там, ни у кого. Ну, вот мы помолились все вместе, поучили Тору, и Всевышний добрый, нужно просто, просто в это верить, молиться, просить, благодарить и так далее. То есть я очень благодарен Всевышнему, отец вернулся домой, правда, стало это очень сложно дома, там, за ним ухаживать, то есть он не выздоровел, 89 лет, он не стал бегать после больницы, да, и не стал играть на скрипте, но, но он, сегодня пришла утром его обследовать врач, психиатр, да, он, она удивилась очень, да. Все, чтобы было Рафа Шлама, я понимаю, какая радость для близких. В принципе, когда человек болеет, хуже всего его близким, потому что они страдают, они сопереживают, они ничего не могут сделать, и в этом, это очень тяжелая ситуация, когда ты видишь, как близкие страдают. Но сами больные, Всевышний так сделал, что он, в принципе, как бы в нужный момент в теле выключается страдание, и они, когда человек умирает, вот я видел, там, они не страдают перед смертью, все улыбаются. Когда все уходят люди, они улыбаются, то есть они понимают, что они избавились уже от вот этой оболочки физической. Душа, она очень боится выходить из тела, то есть Уснатора нам говорит, что душа человека боится выходить из тела, и для нее разделиться со своим телом, это огромное страдание для души, и это очень тяжелый процесс, потому что человек же это как такая, как матрешечка, да, и у него много разных тел, и душа, она как склеивает это все, и вот душа прямо, когда выходит, у праведников, она выходит как волос из молока, есть такое сравнение в Талмуде, когда волос выдаст ваш из молока, он легко выходит. А бывает, что оно так зацеплено, что прямо как репейник из шерсти, и тяжело выходить. Хорошо, но тут я просто, я это видел, вот интересно, когда тело становится слабым, то у человека отключается, интеллект у него отключается вначале, да, то есть у него начинают путаться мысли там все, и у него постепенно, чем слабее тело, и он как бы уходит, да. Потом тело становится сильнее, подлечили тело, и оно опять как бы душу зацепилось, и включается интеллект, и включается, ну, включается уже сила. Хорошо, значит, мы сегодня давайте поучим Торы, здесь у нас есть очень интересный сегодня отрывки, окончание главы Титсаве, значит, в этой главе опять же говорилось о передвижном храме, и в этой главе говорилось о том, как Машарабейну по приказу Всевышнего посвящал в священники Аарона и его сыновей, и появились в священнике специальная такая семья, которая только она могла служить в храме, только она обладала той специальной святостью, которая им позволяла заходить в самое святое место, и когда они заходили в самое святое место, то есть тут есть плюсы и минусы, сейчас мы об этом поговорим, у меня сегодня было невероятный такой хидуш, открытие, которое, ну, очень много для меня стало понятно, я вам чуть позже расскажу. Значит, несколько идей перед тем, как мы будем учить недельную главу. Первая идея – это обретение неба на земле. «Обретение неба на земле» говорит на влюбающейся Теребе, что мир, слово «мир» на святом языке, то есть вот этот мир, «мир» на святом языке звучит как «улам», слово «улам». «Улам» – это «уламазет», да, где ты находишься в этом мире. Так, слово «улам» – это тот же корень, как слово «сокрытие». «Нейлам» – это «скрытый». Так этот мир, говорит нам влюбающейся Теребе, что он нам скрывает? Этот мир нам скрывает Творца мира. То есть мы, когда воспринимаем этот мир, то нам кажется, что это мир. Вот я смотрю сейчас там, вижу телефон, вижу Йосиф Ицкак там, вижу надписи разные и так далее. Но это все – это сокрытие Творца. То есть «улам» – это сокрытие Творца. Я вспоминаю в Куэлите, в Экклезиасте, там есть такой пасук-отрывок, что Бог дал Натан «улам белибам», он дал мир в их сердца, в сердца людей. И слово «улам» – оно написано в сокращенной форме, без буквы «вав». Без того, я перевод помню, без того, чтобы дать хоть одному человеку весь мир восприятие от начала до конца. То есть мы все воспринимаем кусочки мира, и каждый живет в своем маленьком мирте, в таком, который воспринимает, у кого-то он представляет себе больше стран, меньше стран, больше людей. Кто-то видит вообще детали только, кто-то думает о глобальных вещах, кто-то думает о сути мира, кто-то через религию он хочет прикоснуться к создателю мира. То есть мы все живем в маленьком мирте, каждый в своем. И нет ни одного человека в мире, который бы воспринимал весь мир, все мироздание от начала и до конца. Это такой вот отрывок в Каэлите. Хорошо. Теперь, значит, Всевышний, в котором находится все мироздание, весь этот мир – это проявление его идеи, да, о мироздании Всевышний. Он проявил себя в Мешкане. Мешкан – это была стинья, такой как передвижной храм. И он вот рассказывает, как там все устроено, как все устроено. И вот здесь, в этой недельной главе написано такой отрывок, да, написано так. Значит, и узнают они, что я Бог Всесильный их. Чтобы я жил среди них, чтобы обитать. Лишахни – это как само слово «мешкан», от слова Лишахни – это как пребывание. Шахен. Шахен – это сосед. И вот тут вот это у меня было такое, знаете, невероятное, как хедуш, есть такое слово на иврите, «инсайт». Инсайт. Давайте я только до того, как его скажу, скажу предисловие немного, да. Говорит Любая Штераева тоже, что есть люди, которые жалуются. Тора поставила нас в трудное положение. Мы должны соблюдать субботу, праздники. В рабочие дни приходится три раза молиться, учить Тору, там, ну, то есть, все время эти заповеди. Ну, то есть, просто это очень трудное положение. А Бог им отвечает, так я же вывел вас из Египта. До тех пор, пока я вас не вывел, ни один раб не мог убежать. То есть, вы были рабами. У раба еще жизнь более тяжелая. И теперь, значит, я вывел вас, вы были рабами в Египте. Теперь вы выполняете, человек в этом мире по-любому работает. Нет человека, который бы не был бы в рабстве. Вопрос, у кого ты в рабстве, у чего ты в рабстве. Значит, если мы возьмем обычного человека, ну, любого, среднего, нормального человека, то он, скорее всего, работает на какой-то работе. А если он работает на какой-то работе, само слово «работает» от слова «раб» тоже, работа, раб. То есть, у тебя есть задания, ты не можешь их не выполнить. Если ты их не выполняешь, тебя увольняют с работы. А если у человека есть долги, машканта, там, машканта это в Израиле, ипотека в России. А если у человека есть жена, дети, родители, то мы живем все в состоянии долга, такого какого-то долга. Теперь, то есть, мы все кому-то что-то должны. Теперь получается, а если человек очень богатый, например, и одинокий, и он такой очень блатной, то он тогда, что можно сказать, он в рабстве, у чего он живет? Он живет в рабстве у своих представлений о том, что он должен делать. А откуда у него взялись представления? Кто-то ему их придумал. То есть, можно так сказать, что он или он живет в рабстве у своих желаний. То есть, Всевышний говорит, вы были рабами в Египте, теперь вы выполняете мои задания. И вот тут у меня как раз и был этот инсайт. Вот смотрите, как получается. То есть, если мы возьмем еврейский народ, да, который Всевышний вывел из рабства и дал Тору, то он говорит, вот здесь прям отрывок, что и узнаете вы, что я бог всесильный ваш, который вывел вас из Египта, чтобы жить в вас. Внутри вас. Получается, что Бог говорит, смотрите, вот вы такие как биороботы в этом мире, да, человек, у него есть свобода выбора, у него есть свои желания, у него есть свои намерения, у него есть свое мнение. А я, Бог, я говорю, что вы будете биороботы, в которых буду внутри я. И ваше желание, у вас нет своих желаний. Ваше желание – это Тора, это заповеди. То есть, вы должны, у вас есть 613 заповедей, и вы идете по заповедям. И когда ты сидишь и думаешь, что тебе делать, что ты хочешь, как Лобковский советую, да, хочу и буду. Или что тебе говорит кто-то, а Бог говорит, нет, у тебя нет уже, у тебя есть выбор только один. Или ты выполняешь мои заповеди, и тогда ты у меня в рабстве. Но быть в рабстве у Бога, то есть, я в тебе живу, у тебя тогда в жизни нет проблем. Все, я беру, то есть, нет, я и нет ты, есть только мы, да. То есть, Бог говорит, у тебя проблем больше не будет. Почему? Потому что я живу в тебе. Но что человеку мешает? Ему мешает его эго, которое говорит, секундочку, я думаю по-другому, я хочу, я сделаю, я согласен, я не согласен. Понятно, да, идея? Это был у меня такой инсайд. Теперь переходим именно Тора, это слова Всевышнего, то, что прям его конкретные слова, переданные через Маше Рабейну, каждое слово это проявление божественности в таком очень концентрированном виде. Говорится в недельная глава, это Пэрек Кафте, 29-й Пэрек, отрывок 38-й. И вот, что сделаешь ты на жертвеннике однолетних ягнят, да, это дети барана, дети барана, барашки. Однолетних ягнят, значит, двух в день ты должен приносить в жертву. Одного утром, а второго ты должен приносить, когда Бен Арбаем в сумерке. И тут я посчитал и думаю, секундочку, если в году возьмем 365 дней, каждый день нужно приносить двух ягнят, постоянная жертва, то это в год получается 730 ягнят. То есть, каждый год 730 ягнят, за 10 лет 7300, за 100 лет 73 тысячи, и за 400 лет, что стоял первый храм, например, это нереальная цифра, это нереальная цифра. Ну, вот у Анжелите свое мнение, да, то есть, у него такое мнение, и так кажется. Пожалуйста, то есть, Бог, он установил заповеди и сказал, что делать. Все, если ты делаешь, то ты делаешь, если ты не делаешь, то ты не делаешь. То есть, это понятно, есть дети, которые убивают своих родителей, тоже такие дети бывают. Само слово дети, оно не объясняет близости к Богу. То есть, есть дети, которые конкретно у царя Давида, у великого царя Давида, был сын Авшалом, который хотел его убить. Вот и все, вот у него сын Авшалом, он хотел его убить. Поэтому, дети, это еще не значит, что отношение, что Всевышний ждет вот такого отношения, как было Авшалома к царю Давида. Всевышний ждет, чтобы было отношение, когда царь Давид сказал царю Шламу перед смертью, сделай так, так и так, то его сын, царь Саломон, сделал так, так и так. И он не сказал своему папе, царю Давиду, папа, слушай, ну, какая мне разница, что ты думаешь? Какая мне разница, все твои заповеди, какая мне разница, что там ты от меня хочешь? Нет, я же твой сын, все, на этом все, этим все сказано, типа, да, что этим сказано? Все, значит, любить Бога, это значит выполнять его заповеди. То есть, тот, кто заповеди не выполняет, он может сколько угодно рассказывать про любовь, это как муж приходит домой и жене говорит, дорогая, так тебя люблю. Она ему говорит, а что тебе неделю не было? Он говорит, ну, я был у другой девушки там неделю. Она говорит, в смысле? Он говорит, ну, а что, какая разница? Я тебя люблю, ты меня любишь, ну, какая разница? Любовь же, она типа, все, все вопросы снимает. Нет, любовь не снимает все вопросы. Есть обязанности, мир построен на конкретных заповедях, на конкретных правилах, на конкретных схемах. И эти схемы их или придумывают люди, или дал Всевышний. Поэтому любить Всевышнего, это идти по его заповедям. Хорошо. Теперь, значит, и даже если эта заповедь абсолютно непонятная, как добрый Бог, который сказал в храмах, в первом храме, во втором храме, приносили жертвоприношения, и за год было ежедневное жертвоприношение, два барашка годичного приносили в жертву Богу. Мне непонятно. Непонятно, дальше идут хлебные жертвоприношения, вино возливали на жертвенник. Все это непонятно, как это и почему работает. Но так оно работает. Так оно работает, Всевышний дал вот такой ритуал. Все, если ты его делаешь потому, что Всевышний дал такой ритуал, это то, что сказал еврейский народ на горе Синай. На асэм и нишма, сделаем, потом разберемся. Тогда этим ты действительно показываешь, что ты подчиняешь свое эго, свое я, свою волю, воле Всевышнего. И ты делаешь, даже если тебе непонятно. Если ты говоришь, что я с Богом не согласен, вот Авраама кто-то вспомнил, да, был действительно разговор Авраама со Всевышним. Но когда Авраам говорил про жителей с домом и спрашивал, неужели ты уничтожишь города, вдруг там есть 50 праведников, 45, 40, 30 и так далее, то как он говорил со Всевышним? Он говорил, маони, он говорит, что мое я? Афар ваэфар, маони, что мое я? Прах и пепел. Извини, что я что-то еще тут говорю насчет вопроса у меня какие-то, да? Но может быть, вот когда таким образом относятся ко Всевышнему, это называется Авраам, любящий меня и любимый мой. А когда говорят Богу, знаешь, я буду делать только то, что мне удобно, когда удобно и если будет удобно, тогда это называется сын. Только какой сын? Сын плохой. Который не очень сын. Хорошо. Значит, здесь рассказывается дальше про сынова Арона, как Всевышний вот именно за вот эти вот тонкие, тонкие какие-то вещи, какие-то тонкие вещи, Всевышний их так расставил, вот так оно работает. Почему? Ну, не знаю я, почему так работает. Значит, непонятно, почему так работает, почему такая схема, как Всевышний установил. Но вот нужно идти по схеме. То есть это я точно знаю. И если говорить по жизни, просто моя жизненная философия, да? Вот есть много разных систем, там, психология, психотерапия, коучинг и так далее, но я верю в простую такую систему. Лев Толстой сформулировал то правило, в которое я верю в жизни, в жизненной такой мудрости, что все счастливые семьи счастливы и одинаково, а все несчастные, несчастливы каждая по-своему. То есть если человек живет, или семья живет по определенным правилам, то правилам счастливых семей, любящих семей, они соблюдают эти правила, у них будет любовь. Но если человек начинает выдумывать свои правила, каждый тянет на себя, каждый говорит все время, я, 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 я считаю так, я считаю по-другому, это как раз и создает все конфликты, которые есть и у человека внутри, потому что все его я считаю, я думаю, мне, я уверен, и я, а самое страшное, это я абсолютно уверен, то они все создают внутри вот такие вот очень много острых углов, потому что любое, я считаю, любая интеллектуальная идея человека, она просто интеллектуальная идея, это просто какая-то идея, да. И так как у человека много идей, то обязательно будут у него несостыковки. Другой человек, он говорит, секундочку, у меня идей нет, у меня есть вопрос, как правильно поступить в этой ситуации, я с этим вопросом иду к мудрецу Торы, который не имеет никакого личного интереса ко мне и к моей жизни, личного интереса, да, у него нет никакой склонности, там, как-то мне, у него нет никакой выгоды давать мне какой-то совет. И дальше есть Тора, система, которую установил Бог, которая очень синхронная, она очень все там продумана, синхронизирована и так далее. И тогда получаешь ответ, и если у тебя твое «я», тебе говорит «я хочу по-другому», тогда у тебя есть свобода выбора, всегда есть у человека свобода выбора. Хорошо, друзья, значит, я считаю, что выбор один, или ты за Бога, или не за Бога. Если ты за Бога, ты молишься, то тогда нужно меньше «я», как говорил царь Давид про себя, что он говорил «А не тала велоиш», я говорю «червяк и не человек», говорил царь Давид. И мы, те люди, которые хотят с Богом разговаривать, те люди, которые хотят с Богом разговаривать, они читают псалмы царя Давида, читают псалмы царя Давида, и, значит, через псалмы они разговаривают со Всевышним. Теперь есть Авраам, которого все любят приводить в пример, который сказал про себя «маони афар ваэфар», что «я прах и пепел». И Авраам, он тоже убрал свое эго, свое «я». Мушарабейну, он почему Бог его выбрал, как через которого была донатора, потому что Мушарабейну, когда пришли к нему и сказали «что же там, ты нас вывел?», он говорит «нахнума», «меня нет», «меня», он говорит, «вообще нету». «Какой я?» «Это все Всевышний». «Я просто прозрачное стекло». «Меня нету», «у меня нет своего эго», «своего я», «своего желания», «все». «Я просто передал и выполняю волю Всевышнего». Теперь, дальше, я не буду вдаваться, что было 2000 лет назад и почему, то есть есть, я не говорю про то, что я не знаю, я не знаю ни Новый Завет, ни Старый Завет, я знаю один Завет, это Тора. То есть есть Тора, я верю в Тору. Теперь есть мусульмане, верят в Коран, есть христиане, верят в Библию. То есть каждый изучает то, во что верит, и каждому, как говорится, по вере его воздастся. То есть человек живет в мире своей веры, просто нужно понимать, что мы не живем в мире реальности. Каждый, кто размышляет на темы служения Всевышнему, должен просто отдавать себе отчет, что мы все пытаемся своими словами вербализовать желание познать Всевышнего. Но когда мы читаем какие-то переводы, какие-то эти, и утверждаем, что это единственная истина, то это просто вера. Ну то есть человек верит. Как я слышал такой анекдот, когда разговаривали, пригласили в одну радиостудию Равина и мусульманского священника. И значит, мусульманский священник говорит ему, а почему вы не верите в Коран? Равина ему говорит, ну потому что у нас есть Тора. Зачем нам Коран? У нас есть Тора. А мусульманский священник его спрашивает, но, сейчас, а почему вы верите в Тору? А тот ему говорит, потому что это истина, это правда. Ну то есть, по-моему, так это звучало, то есть он в этом анекдоте, когда я его слышал, я почему запомнил, он священник этот, еврести, да, он который верит в Тору, он говорит, так Тора это истина, он так в это верит, что для него это как реальность, как факт. Но до этого он точно так же сказал мусульманскому, что откуда ты знаешь, что это истина? И точно так же этот же вопрос можно задать, откуда ты знаешь, что это истина? Откуда ты знаешь, что это истина? Мы все верующие люди, то есть те люди, которые верят в Бога, они называются верующие люди. И мы не можем доказывать кому-то, что его вера неправильная. Он самим словом вера уже говорит, что вера это, это, как сказать, вера это акт выбора человека я выбираю верить в это другой говорит, а я выбираю верить в это а третий говорит, а я выбираю не верить но это тоже его выбор, то есть он значит верит в, а во что ты веришь? он такой, я верю что эта вера, это неправда, а почему ты в это веришь? ты ее изучал хотя бы, ты знаешь нет, я верю, что это неправда а почему ты веришь, что это неправда? ну вот и все и вот эта фраза что каждому воздастся по его вере она абсолютно важна вот это как раз и есть абсолютно истина потому что своей верой человек формирует свои выборы а своими выборами он формирует свою жизнь то есть жизнь каждого из нас складывается из цепочки ежедневных выборов постоянно вот ты выбираешь что слушать, кому верить с кем общаться, как общаться как в каждой ситуации поступить и вся наша жизнь это проявление актов веры мы все верующие люди каждый верит в какую-то свою систему все, всем удачи и успехов но мы точно верим, что молитва помогает я в этом уверен просто у меня есть доказательства жизненного моего опыта неоднократные поэтому я верю, что молитва помогает поэтому я хочу помолиться за всех тех, кто сейчас нуждается в выздоровлении ваших близких, близких ваших близких вы и чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и дал полное, скорейшее выздоровление всем, кто в нем нуждается и второе хочу я пожелать чтобы те, кому Бог дает это выздоровление и их близкие помнили, откуда идет это выздоровление и благодарили именно Всевышнего чтобы мы понимали, что все хорошее, что есть в нашей жизни от Всевышнего и не только обращались к Нему, когда плохо но и каждый раз, когда хорошо благодарили, благодарили, благодарили сто миллионы, миллиарды раз в день спасибо Всевышнему за то, что есть и возможно тогда возможно тогда не придется в моменты неприятности просить, чтобы Бог услышал потому что когда ты с ним постоянно на контакте то возможно, что этого будет достаточно не нужны будут всякие сложности все, рифа шлама, либору бен сара и рифа шлама, полное выздоровление для тех, кто в нем нуждается для тех, кто в нем нуждается все шаббат шалом, дорогие друзья шаббат шалом, счастливо шаббат 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 ш